Светлана Иосифовна Мартынова – садовод-опытник с 40-летним стажем. На её 13 сотках растут все овощи, косточковые культуры, виноград, а также 100 кустов хосты, 50 хвойников и пока ещё только 27 гортензий. Садовый участок находится в неблагоприятной зоне, поэтому садовод на личном опыте испытывает все новейшие технологии. Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном субстрате, который очень хорошо подходит для проращивания семян и очень хорошо задерживает воду. В том случае, если мы высаживаем какие-то растения в какие-то кашпо, особенно вот в садах, на стенные кашпо или на полные кашпо, можно эти кристаллы пропитывать не только водой, но можно пропитать их полным минеральным удобрением, внести в горшки и посадить свои растения, и вы будете уверены, что какое-то время ваши растения будут обеспечены питательными веществами и влагой. Сколько нужно ложить? Ну, приблизительно на 2-литровый горшок нужно положить 200-граммовый стаканчик уже размоченного, вполне готового к применению вот такого вот гидрогеля. Гидрогель – это еще и очень хороший материал для проращивания семян. Здесь нужно знать, какой использовать гидрогель. Чтобы прорастить семена, не подойдет ни вот этот гидрогель, ни вот такой красивый, окрашенный, декоративный гидрогель. Почему? Потому что если вы положите семечко, то оно может спокойно уйти вниз, на него налягут эти вот кристаллы, и они как бы будут заглушать дыхание этого семени. Для того, чтобы вот на таком крупном гидрогеле прорастить семена, достаточно просто положить вот так сверху увлажненную салфетку. И на эту салфетку уже мы выкладываем семена, опять же накрываем крышечкой, чтобы была обязательно прослойка воздушная. И таким образом мы проращиваем эти семена. Зато есть другой гидрогель. Посмотрите, какой он пластичный, какой он мелкий. А этот гидрогель очень подходит для проращивания и мелких, и крупных семян. Вы раскладываете по поверхности эти семена, ждете, когда они прорастут, и тогда аккуратно. Я использую ложечку для кутикул от маникюрного набора. Я просто поддеваю корневую систему растения вместе с кусочком гидрогеля и переношу уже в почву. Если вы положили гидрогель в горшки или в кашпо для цветов, не торопитесь эту землю выбрасывать куда-то за забор. Дело все в том, что гидрогель работает до 4 лет. Если у вас в горшке росли петуни, где в субстрате был гидрогель, то можно это вывести на какую-то грядку, унести в теплицу, то есть чтобы этот гидрогель продолжал работать и приносить вам пользу, чтобы он не был израсходован зря.